Уже второй месяц в Якутии работают более 800 парашютистов-десантников авиалесоохраны, приехавшие из десятка других регионов. Более 90% пожаров в удаленной и труднодоступной местности. Применить наземную технику просто невозможно. Добираться приходится на вертолетах Ми-8. Парашютисты-десантники спускаются на землю с помощью специальных шнуров с высоты около 40 метров. Оборудование и снаряжение спускают в специальных контейнерах. Все лето в республике острый дефицит осадков на фоне аномально высокой температуры воздуха. В последнее время дожди редкие явления, поэтому интенсивность горения очень высокая. В Якутии тушат более 70 лесных пожаров. С огнем борются свыше 4000 человек. Пожарные, военнослужащие, работники лесничеств, местные жители. Задействовано более 580 единиц техники. Привлечены вертолеты Ми-8 и самолет-зондировщик авиалесоохраны Ан-26. Летчики-наблюдатели вызывают искусственные дожди. В республике это фактически единственный значительный источник влаги в борьбе с огнем. За счет того, что единичное серебро достаточно по своей структуре похоже на кристаллы льда, поэтому на него наиболее максимально, ну скажем так, налипает лед, то есть вода, да, и замораживается. Падает уже вниз, там плюсовая температура, мы работаем на минусовой, от минус 4 и ниже. Для тушения лесных пожаров парашютисты-десантники применяют также взрывной метод с использованием детонирующего шнура. От проложенных таким способом полос огонь идет навстречу пожару и ликвидирует сам себя. Встречный отжиг применяют и при тушении пожаров в Мордовии. Там огонь охватил более 4000 гектаров заповедной земли. Президент Владимир Путин поручил к 1 сентября выделить из резервного фонда дополнительные средства для тушения лесных пожаров, авиационного патрулирования лесов и обеспечения регионов пожарной техникой. Там, где огонь уничтожил жилые дома, жители получат компенсации и помощь на строительство или приобретение новой жилплощади. Напомним, что в июле с лесными пожарами пришлось бороться и в Самарской области. Для ликвидации возгорания в Тольятти вызывали самолет-амфибию. В регионе до сих пор сохраняется аномальная жара и действует особый противопожарный режим, посещение лесов запрещено. До конца года службы, ответственные за предотвращение ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Самарской области, получат новую технику и оборудование. Регион приобретет большую партию пожарных автомобилей, в том числе и для оснащения добровольных пожарных команд. Впервые за много лет обновят парк плавсредств, в том числе судов на воздушной подушке для областной спасательной службы.